Прошла очень насыщенная региональная неделя, очень много вопросов с стороны избирателей и, конечно, есть вопросы, касающиеся рассмотрения законопроектов Государственной Думы. Государственная Дума приняла более 700 законов, но есть большой запрос, помимо законов, которые касаются безопасности нашей страны, которые касаются защиты экономики нашей страны в условиях водопада, санкций и обеспечения ее развития, есть большой запрос на справедливость. И справедливость — это тоже безопасность внутри страны, и без справедливости, конечно, невозможно здоровое развитие экономики страны. Очень большой запрос у нас прошли, вот у меня лично встреча в Нижнекамске, в Казани, поднимался вопрос о детях войны. Этот закон, который давно уже надо принять, есть мощнейший общественный запрос. Сегодня в повестке дня он идет под номером 39.1, и мы надеемся, что этот закон будет наконец-то принят. Это будет правильно, справедливо и обоснованно. Кроме того, есть мощнейший запрос, поправьте другие социальные составляющие, которые люди сегодня воспринимают как несправедливые. Это отмены, пенсионные реформы, постоянно поднимаются на встречах с гражданами, на приеме граждан. Это и возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам. То есть вот эти все общественные запросы, их надо наконец-то удовлетворить. Еще один вопрос, о котором я хотел сказать, это 29-й пункт повестки дня, касающийся закона об охране озера Байкал. Я думаю, конечно, более подробно осветит мой коллега Михайлов. Но я хотел бы отметить, что в конце недели Комитет Государственной Думы по туризму и туристической инфраструктуре Бурятия будет обсуждать развитие туризма на Дальнем Востоке. И, конечно, там на берегу Байкала есть две туристко-рекреационные особоэкономические зоны. И очень важно обеспечить экологическое законодательство с современными положениями, которые позволят защитить озеро Байкал. И, кстати, те положения, которые есть в этом законе, они поднимают вновь вопрос об обороте мусора, мусорной реформы. Этот вопрос, он постоянно поднимается также на встречах с гражданами. Ведь вспомним, как начиналась мусорная реформа. Нам говорили, что к 2024 году будет перерабатываться 60% отходов, к 2030 году вообще будет переработка отходов почти полностью. Но что мы видим на практике? Огромный рост в стоимости. При этом происходят какие-то парадоксальные начисления, порой с задним числом. Мы видим проблемы с обратной связью, когда большие компании-монополисты не реагируют на обращения не только уже граждан, но и даже муниципалитетов, мы видим, что вопросы встают теперь даже просто о том, чтобы мусор вывезли вовремя. Вот, к сожалению, сегодня та проблематика, которую мы наблюдаем по ходу реализации мусорной реформы. Кроме того, я хотел бы отметить, конечно, вопросы, которые также обсуждались на встречах с гражданами на региональной неделе. Это поддержка проекта избирательного кодекса, который разработала и внесла КПРФ. Дело в том, что сейчас формируются, мы знаем с вами, комиссии участковые и много вопросов, касающиеся избирательного законодательства. Избирательный кодекс КПРФ позволяет не только кодифицировать, объединить избирательное законодательство. Мы знаем, насколько оно стало запутанное за последние годы. Каждые выборы меняют избирательное законодательство. Ни одни выборы не прошли по одним и тем же правилам. Всегда вносятся изменения. Это само по себе чудовищно, но вопрос не только кодификации, сведения к одному документу, вопрос и устранения тех проблем, которые были накоплены за последние годы. Это устранение электронного голосования, которое вызывает возмущение граждан, которое не содержит никаких нормальных инструментов верификации, проверки этих результатов голосования. Это устранение многодневного голосования. Это устранение голосования в так называемых приспособленных местах. Это упрощение выдвижения кандидатов. Мы знаем, как усложнялись постоянно процедуры выдвижения кандидатов. Это сокращение оснований для снятия кандидатов. Мы тоже с вами наблюдали все последние годы, что происходило в этом направлении. И еще один важный проект, который находит поддержку избирателей, наших граждан, это разработка трудового кодекса, новый проект трудового кодекса, над которым работает наша партия. Создана соответствующая рабочая группа. И мы знаем, какой вал проблем проявился за последние годы в этой сфере. Это и переработка, и фактически рабочие дни по 12-14 часов. Это непонятные, непрозрачные механизмы начисления зарплаты. Системы штрафов совершенно неясны. Запреты на все, что угодно. Людям порой в туалет сложно сходить. Присесть нельзя, отдохнуть. Настолько законодательство в этой сфере перестало защищать наших граждан. Поэтому необходим новый трудовой кодекс. Наша партия ведет соответствующую большую работу по разработке этого кодекса. И это будет тот документ, который позволит обеспечить уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты трудового человека, который был в Советском Союзе. Действительно, развитие внутреннего туризма и не только. Нам в связи с этим необходимо обращать внимание на состояние наших природных территорий, на наши уникальные природные объекты. И действительно, тот законопроект, который сегодня планируется к рассмотрению в Государственной Думе, это изменение в закон об охране озера Байкал, они, безусловно, являются приоритетом в государственной политике. Почему это важно? Дело в том, что по данным исследований Лимонологического института Сибирского отделения Российской Академии Наук, проведенных в 2011-2013 годах, самое подавляющее количество твердокоммунальных отходов, которые находятся на Байкальской природной территории, это как раз одноразовый пластик и упаковка. А по данным независимых экологических организаций, до 87% всего пластикового загрязнения в районе озера Байкал это одноразовая посуда и упаковка. Поэтому изменение в закон об охране озера Байкал, направленное на запрет как раз продажи вот этих вот пластиковых изделий одноразовых, он, безусловно, важен. И действительно, наша фракция, я лично приветствую это решение. Другой вопрос, что помимо озера Байкал, в Российской Федерации огромное количество водных объектов и других природных территорий, которые тоже страдают от этого пластикового загрязнения. И я считаю, что данную практику необходимо распространить в целом на Российскую Федерацию, на всю ее территорию. Хочу обратить ваше внимание, что и на территории стран бывшего Советского Союза, я уже не говорю про страны Запада, запрет на использование одноразового пластика, он активно внедряется и дает очень положительные результаты. Другой вопрос, чем заменить этот одноразовый пластик? В качестве альтернативы часто можно услышать, предлагается бумажная посуда, бумажная упаковка, однако здесь есть тоже подводные камни. Связаны они с тем, что очень много изделий, которые считаются бумажными, они на самом деле являются композитными, трудно перерабатываемыми, и в связи с этим не совсем соответствуют экологическому статусу соответствующих территорий. Плюс ко всему, не надо забывать, что бумага не является экологически устойчивым материалом, и при ее производстве вырубаются леса и наносятся определенный вред окружающей природной среде. При этом, если производство бумаги полностью заменить одноразовое пластиковое изделие бумажными, мы можем прийти к тому, что до 15% увеличится вырубка. Это тоже не является приоритетом в государственной политике, в области охраны окружающей среды. Поэтому наше предложение – это, конечно же, внедрение многоразовой тары, многоразовой упаковки, которая бы позволила нам сократить, собственно говоря, даже выбросы и твердых коммунальных отходов. Кстати, в нашей фракции разрабатывается законопроект о депозитной системе оборота, оборота упаковки и тары, которая основана на советском опыте в этой области и опирается на современные достижения в научно-технической сфере. 11 апреля в фракции КПРФ пройдет круглый стол по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Естественно, мы в рамках этого круглого стола тоже эту проблему обсудим. А пока что мы, конечно же, приветствуем этот законопроект, будем поддерживать и готовы дальше над ним работать для того, чтобы не допустить вот этого пластикового загрязнения наших земель. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, он связан с тем, что даже сегодня, в 21 веке, в нашей стране, которая является одним из крупнейших добывающих стран, имеет соответствующие доходы, к сожалению, люди очень часто живут в условиях, которые не соответствуют статусу, соответствующей нашей территории, нашей страны. В частности, в рамках региональных недель в марте этого года мне удалось провести встречи в Усинском и Ижимском районах, Республике Коми, более 20 встреч я провел, и практически в половине населенных пунктов, где я побывал, а это Припечорье, Ижимский район и Усинский, большие проблемы с водой. То есть люди буквально вынуждены в 21 веке собирать дождевую воду для того, чтобы использовать ее в хозяйстве. Почему это происходит? Потому что река Печора систематически долгое время загрязняется нефтью, нефтепродуктами, которые попадают в ее русло в результате постоянных нефтеразливов, которые случаются на объектах топливно-энергетического комплекса. В нашей фракции уже подготовлен законопроект, который вводит ограничения по сроку эксплуатации старых нефтепроводов, многие из которых еще в советское время были установлены, до сих пор эксплуатируются. Есть сроки, технологические рамки, когда они могут находиться в эксплуатации, необходимо их строго придерживаться. Если этот законопроект будет принят, естественно, эту проблему можно будет очень существенно снизить, ее влияние на окружающую природную среду. Ну и второй фактор, который сегодня вызывает очень большую тревогу жителей Припечора и Ижимского района, это ситуация, сложившаяся в декабре прошлого года в связи с аварийным разрушением системы городской канализации города Воркуты, когда огромное количество неочищенных стоков попало в реки Воркуту, Усу и далее в Печору. Естественно, люди не могут использовать реку для целей водоснабжения, даже рыбу там ловить не рекомендуют, ее есть в связи с этим загрязнением. Поэтому наше предложение, это, конечно же, систематическая реконструкция, реконструкция объектов, очистки источных вод, которые сегодня есть. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у нас действует в Российской Федерации программа по оздоровлению ситуации на реке Волги. Но у нас помимо Волги, конечно же, есть и другие реки, которые тоже испытывают очень серьезную антропогенную нагрузку. Так вот, как и Печора, это и Вычих, да и Северная Двина. Распространение действия вот этих вот программ на другие бассейны, других рек нашей страны, конечно же, позволит оздоровить там ситуацию, сделать доступной и чистую воду, и потребление водных биологических ресурсов в том виде, в котором оно должно быть. Я уверен, что в случае принятия наших предложений, нашей фракции, ситуацию с экологией в нашей стране, можно будет повернуть к лучшему, без особых проблем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова